Всем доброго времени! Давайте посмотрим, кто думает о вас в данную минуту, в данную секунду, сейчас. Человек, который в вас влюбился. Человек, с которым вам легко. И ему очень легко с вами. Но он как-то хитро на вас смотрит, он вас как-то присмотрел, заметил как-то. А кто ты такой? Человек, у которого сейчас трудная ситуация в жизни. Ему кто-то мешает с вами быть, познакомиться, пообщаться поближе. А кто это такой? Вы с ним где-то встречаетесь. Это мужчина. Мужчина, который такой, себя поставил выше всех. Вот он у нас вышел, Кощи. Тот мужчина, который очень сильно имеет власть над людьми. Он может быть человеком, главным в своей работе. Главный менеджер, главный продавец, директор компании, главврач. Может быть, другое что-то, специфика другая. Но суть в том, что именно он имеет какую-то главную роль. То есть, да. Ну, скорее всего, этот человек помогает людям. И вас связывает с ним что-то денежное. Передача из рук в руки денег. Он за вами наблюдает. Но тут две женщины идут. Две женщины. И вы знаете, ему тяжело. Скорее всего, он не свободен. Все карты показали этого человека в тяжелых энергиях. Хорошо. Но тут какая-то хитрость проходит. Он думает, возможно, что вы тоже скрываете свою симпатию к этому человеку. Это любовный треугольник. Любовный. Человек несвободный. С ним рядом еще какой-то человек находится. Это может быть его помощник. И он обсуждает вас с ним. Он видит вас с женщиной, которая много чего в жизни добилась. Возможно, вас тоже к нему тянет. Он это видит, он это заметил. Но тут карта семьи. В семье у него скандалы. Женщина за ним наблюдает еще. Но тут как будто бы вы по болезни к нему приходите. Есть взаимодействие. Или же в работе вы с ним вместе работаете, да? Или же вы приходите к нему по болезни. А он вас исцеляет. Карта тус-чаш, да? Это может быть врач, массажист. Я не знаю. Кощи стоит с мечом. Мы можем расценивать как хирургическое... Хирургический инструмент, да? Но мечом можно убить, а можно и спасти, да? Вот. У него есть к вам эмоции, но знаете как? То есть этот человек не может подойти к вам в открытую. Потому что боится он. Боится. Какая-то трансформация у вас проходит с этим человеком. У него такое чувство, что вы знаете его очень давно. И как будто он в вас увидел что-то такое, что он видел во сне. Документация какая-то. У этого человека может быть проблема с женой. Она его уже не устраивает. Жена может быть старше его. Жена может быть его старше. Но этот человек очень такой. Помощь. У него очень есть большая помощь. Его команда ему помогает. Может быть, это друзья, родственники. Они выводят его из ограничений. И он думает о вас. Почему ситуация с вами повешенная? Он видит, что вы тоже чувства скрываете, но они есть. К этому мужчине тянутся много женщин, но он как будто их не замечает. Однозначно человек женатый. Несвободный. Я вижу такую картину, что мужчина одевает кольцо на руку женщине. А женщина больше рада, чем мужчина. Может быть, его заставили жениться, да, допустим. Но мы не знаем. Но я знаю. Третьим глазом видно. Но знаете, что он думает о вас? Он думает о вас, что вы закрытая. То есть то, что вы скрываете свои чувства. Вы не показываете эти чувства. То, что вы пытаетесь как-то их погасить. И когда он вас видит, он постоянно улыбается. То есть ему приятно с вами находиться. Но вы встречаетесь где-то, знаете, в каких-то определенных местах. То есть либо это работа, или же... Ну, может, вы пациент. Или же он ваш пациент. И он в большей степени, да, вот его тянет к вам. Но и семья рядом стоит. Но этот человек не знал, что он может к вам так привыкнуть. Очень сильно. Но вы встретились в каких-то учреждениях. То есть вот этот мужчина, Кащей, да. И он такой, знаете, вот... Видишь, у меня заебали эти клиенты писать. Которые не хотят платить, а хотят бесплатно все. И их всех отправляют к бесу. Бес возьмет плату. И он, скорее всего, из-за того, что не может с вами как-то пообщаться поближе, да. У него проблемы в семье. Проблемы в семье. Жена его хочет родить второго ребенка ему, но не может. Потому что есть какие-то проблемы. То есть есть какие-то проблемы. И вот проблемы вообще в семье. У него сердечные переживания из-за вас. Потому что, скорее всего, ему не дает жена... Спокойствие. Дома спокойствия нету. У него влюбленность ваша в сторону. Темненький мужчина. Полностью темненький. 35-38 лет. Здесь красивые девчонки на роду. Мы кидаем эти деньги на взгляд. И сына. 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 Здесь еще идет такая ситуация, что он видит вас очень способной женщиной. Но он не может с вами как-то определенно встретиться для чего-то большего. Потому что он не свободный. И вот он сейчас думает, как же правильно поступить. Но у него не получается ничего в данное время. Потому что он может видеть вас в каких-то определенных учреждениях, как я и сказала. Здесь может интересоваться вами. Но этот мужчина, знаете, он не будет поспешных выводов делать. Он сто раз, знаете, подумает, а потом уже сделает. Стрессоустойчивый мужчина. Мужчина, который будет отвечать за свои поступки, за свои слова. То есть серьезный мужик. Очень серьезный мужчина. Но, опять же, есть границы, которые он не может перейти. То есть есть границы, которые ему не дозволено переходить. Скорее всего, это жена. А может, они даже женой ведут совместный бизнес. Да, тоже тут. Но мужчине до сорока лет. До сорока. И мужчина, знаете, он видит вас такой богатой, шикарной женщиной. То есть, да, богатой. Но не обязательно, что у нас там деньги водятся. Может, он видит вас природно богатой. Вот природа вас наградила красотой, допустим. Да, вот природа вас там, не знаю. Вот я не видел таких красивых женщин. Да, я там хочу там. Но я бегу. Но уже он даже не бежит. Но карта вестника у нас тут упала. Давайте весточку оставим здесь. Здесь может вам он, конечно, и написывать. Кто-то из вас пытался делать на него вызов любовный. Но не получился. Вы взяли откат. Поэтому лучше, конечно, обращаться к мастеру. Если вы хотите приворот, вызов. Только к мастеру. Я не советую практикам. Вообще не практикам это делать. Да и практикам тоже не советую. Если практики долбоёбы. Вот. Тоже не советую. Потому что откат. Я вижу, что вы обращались к какому-то магу, который натворил какой-то бред. После этого вам ещё хуже стало. И практику стало, и вам стало. Мы не будем оскорблять всех практиков. Есть замечательные практики. Но их очень мало. А в основном они не любят ложь. И говорят всю правду. Всю подноготнюю. А вот этот маг какой-то скрыл. Кто-то хотел из вас. Уже делал, не хотел, делал уже что-то на этого мужчину. Но что-то это пошло не то. Вот. Потому что здесь вы, скорее всего, получили откат. Думает о вас мужчина. Вот. Этот, да. Который не может вас выкинуть из головы. И ему очень плохо. Плохо от того, что вы не рядом. Ну вот вы рядом, но в каких-то не тех... Не тех ситуациях, в которых бы он хотел вас видеть. И его это напрягает. Ему это тяжело. Поэтому так. Разница у вас с этим мужчиной может быть лет 6-7-9 приблизительно. Знак его зодиака. Стрелец, телец, козерог приблизительно так. Ваша дева, лев и рыба может быть. Вот так. Где-то через дня два, я вижу, вам ещё будет что-то ясно за этого мужчину. Но здесь, смотрите, тут жена, кстати, жена может на него делать ещё и привороты. Платить очень хорошие деньги. Потому что он как ненормальный бежит к ней. Просто как ненормальный человек к ней бежит. Здесь что-то не то. Здесь что-то не то. У него может быть ещё какая-то цепура на шее или цепочка. А может быть разных вероисповеданий, кстати, с вами. Но спокойный мужчина. Вы когда пересекаетесь в компании, этот мужчина наблюдает за вами. Так, знаете, чтобы вы не видели это. Всё, я всем желаю добра. Кому нужна моя личная помощь, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Всем удачи, не болейте.